МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможности переноса праздника города далеко не нов, его обсуждали несколько лет, но в этом году все-таки приняли решение праздновать его в середине лета. Вот почему? Да. Ну, наверное, потому что, в общем-то, каждый раз, когда мы праздновали праздник в сентябре, мы не раз попадали и на первый снег, и на дождливую, прохладную, холодную погоду, и на короткий световой день. И поэтому салют, например, на набережной вечером, он уже практически в кромешной темноте. Это грустно. Когда холодно, тоже ничего хорошего. А лето, мы считаем, что это такое время, когда можно иметь много возможностей для того, чтобы долго отдыхать, много показать всего красивого, использовать наш естественный, скажем так, антураж, который всегда сопровождает городец, это наша река Волга. Она не холодная, не осенняя, она самая, что называется, тёплая, добрая, благоприятная для этого. И световой день большой – это тоже большой плюс. Как будем праздновать праздник, да? Какие есть изменения, какие новинки и какие моменты остались традиционными? Ну, то, что праздник у нас объединился с фестивалем, это для нас, в общем-то, большой плюс, потому что и фестиваль-то уже по-своему стал праздником. Фестиваль, я имею в виду мастеров народных братства. И многие даже уже горачане начинают путаться, а когда же у нас праздник, а когда же у нас фестиваль, потому что они уже стали такими массовыми и объёмными. В этот день к нам уже привыкли приезжать много гостей, много мастеров. Мы хотим, чтобы в этом году праздник ещё начался у нас на Волге, не просто при плытием Юрия Долгорукова, но чтобы вся набережная Нижняя была задействована, и река Волга была задействована. Поэтому мы пригласили наши парусные суда на этот праздник, которые тоже примут участие. И акватория реки Волги в этом году будет очень красиво оформлена благодаря этому. У нас из праздника выходит только сельхозярмарка, но мы с ней не прощаемся. Она у нас обязательно будет в сентябре, потому что в сентябре будет новый праздник, который ждёт горачан. Это будет праздник урожая. Мы его будем отмечать ещё с большим размахом, чем обычно, когда мы его вкладывали в состав Дня города. Всё остальное – промышленные выставки, выставки наших представительств сельских, выставки наших мастеров, выставки музеев, концерты наших творческих коллективов. Всё остаётся без изменения. Гуляни на набережной продлятся ещё на один час. Они будут заканчиваться в 10 вечера праздничным салютом, который мы попытаемся сделать более красивым, чем всегда. Это будут вот такие вот новинки. Ну, естественно, торжественная часть праздника тоже у нас смещается. Она будет проходить у нас на набережной внизу. Погода позволит. Мы посмотрели уже. В этот день жара 28 градусов нам обещают. Без дождей? Без дождей. Поэтому будет хороший, жаркий летний день, который позволит нам сделать праздник красивым. И праздник не закончится в субботу 21-го числа, 22-го числа продолжение праздника, потому что уже теперь мастера привыкли. Они уже третий год подряд к нам будут приезжать не на один день, как раньше, а на два дня. Они никуда не уедут. Поэтому воскресный день тоже у нас будет праздничный и насыщенный. Заявляется большое количество торговых площадок, большое количество детских развлечений, батуты, карусели, катания различные детские. Это тоже будет новинка. Ну, как всегда, катание по реке Волги, так же, как у нас во время фестиваля. Это и катер, это и те парусные суда, которые примут участие в нашем празднике. Вот, собственно, будет такой праздник. Салют, насколько будет масштабный. И вот прошла информация, что он будет в этом году с воды. Мы стараемся, мы пытаемся. Мы сейчас ищем возможные варианты, но это вопрос технический, поэтому пусть это будет сюрпризом для наших грачан. Итак, еще разочек. Праздник города и мастеров народного братства отмечаем в этом году 21 и 22 июля. Совершенно верно. Ну и ваши поздравления грачан с наступающим праздником грачанам. Дорогие грачане и гости праздника, мы с удовольствием ждем вас на праздник. Праздник должен удаться. Я желаю всем в этот день и не только всегда быть в хорошем настроении, получить еще кусочек энергии замечательной, увидеть для себя что-то новенькое, быть счастливыми, здоровыми. Собственно, для этого мы и работаем. Спасибо вам за интервью. Спасибо. И напомню, сегодня у нас в гостях была начальник управления культурой и туризм администрации Городецкого района Лариса Кафарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова